На неделе состоялось представление нового руководителя концерна «Белолекпром» Татьяны Лугиной. Хотя как раз в официальном представлении она не особо-то и нуждается. В отрасли ее хорошо знают, еще совсем недавно она возглавляла Пинское полесье. Другой вопрос, что вот на таких вот мероприятиях звучат цели и задачи для новых руководителей. Коллективу Татьяну Лугину представил курирующий отрасль вице-премьер Игорь Лишенко, в частности, поручил повысить эффективность работы организаций. Деятельность маркетологов по поиску новых рынков сбыта и партнеров. Был затронутый вопрос невостребованной продукции. До конца года излишних складских запасов быть не должно. Ну а мы решили задать Татьяне Лугиной несколько вопросов. Интервью недели. Татьяна Алексеевна, предыдущий руководитель концерна славился тем, что на всех интервью он говорил, вот смотрите, на мне одежда белорусская. На вас одежда белорусская? На мне тоже одежда белорусская. К сожалению, фирмы, которая не входит в состав концерна «Белолегпром», но это наши производители, наши швеи, частная форма собственности. Но это конкретно сегодня. А вообще в гардеробе я ношу как производителей предприятий, входящих в состав концерна «Белолегпром», так и частного бизнеса. Ну это же все наша общая легкая промышленность, да? На мне, как думаете, костюм участника или государственная форма собственности? Ну я думаю, что государственная форма собственности, достаточно лаконичный деловой стиль, привлекательный. Центр моды. Вот это костюм. То, что надо именно такому человеку, как вы, и таким делом, каким вы занимаетесь. Много говорили о том, что вроде шить мы научились, да? А продавать еще не умеем. Согласны вы с этим? Да, да, да. Вы знаете, у нас есть квалифицированные специалисты, это и технологи, и швеи достаточно, и конструкторская. Все равно школа еще у нас достаточно развита. Но хромает маркетинг. Маркетинг именно в понимании взаимодействия маркетинговых служб и понимании рынка, чувствовать ожидания потребителя. Нам вот над этим надо усиленно работать, потому что все-таки, наверное, та традиция, которая тянется долгие годы, что мы произведем, а продадим какими-то дополнительными усилиями, там Минторга или Белкопсоюза, или за счет фирменной сети, она сегодня не имеет места быть, потому что сегодня именно важно понимать, кому и как мы будем продавать. Сегодня реализация, это уже переходит в какую-то другую плоскость. Сегодня сетевые продажи, онлайн-продажи, интернет-продажи, то есть совершенно меняется форма продаж. Мы тоже к этому должны быть готовы, потому что это интернет-магазины развивать каждого предприятия, либо это организовывать интернет-площадку от нашего концерна. Много идей, организация шоурума какого-то всеобщего на базе Минска, для того, чтобы все предприятия, которые входят в систему, могли быть представлены на какой-то площадке, чтобы если приезжают гости или делегации, или какие-то организации, которые хотят ознакомиться, комплекс нас с предприятиями концерна имели, возможность на одной площадке и не тратили время для поездки в какие-то, допустим, города не очень логистически близки от Минска. Во время назначения глава государства говорил о необходимости о создании равных условий хозяйствования. Вот вы чувствуете это неравенство? И в каком направлении, если да, то можно выровнять эти условия? Вы знаете, сегодня сказать, что частный бизнес и госбизнес имеют какие-то неравные права, сложно сказать. Да, у нас, возможно, есть какие-то там пять национальных проектов, которые курируются на уровне главы государства, и поддерживаются, опять же, законодательными актами, указами. Но это гиганты промышленности, которые и должны на уровне государства поддерживаться. Понятно, что, возможно, какой-то частный бизнес где-то и делает акцент, что кто-то пользуется какими-то привилегиями, преимуществами. Но это не более пяти предприятий, а в состав концерна 80 предприятий входит, и все практически работают в равных условиях. Ну, может быть, ИП, секонд-хенд? Ну, по секонд-хенду у меня есть своя точка зрения, и по индивидуальным предпринимателям тоже. Но требует эта сфера какого-то дополнительного регулирования? Абсолютно, абсолютно надо и больше углубиться в пребывании именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация, что входит под категории, входит реально под категории секонд-хенд. И на каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами. Этот вопрос будем углубляться, изучать, и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась. После того, как вы уже обоснуетесь в концерне Беллигпром, на чем на первом все-таки вы сосредоточите свое внимание? Для начала это те предприятия, которые у нас являются точками роста в концерне Беллигпром, и на которых ставку делает вся страна. Это обязательно углубление в их экономику, погружение, понимание, как они видят развитие и дальнейшую перспективу в этих направлениях деятельности. Это обязательно. Второе, конечно же, все-таки мне хочется погрузиться в ассортимент и в ассортиментную политику наших предприятий. Как мы видим, не только экономику, потому что мы часто на совещаниях собираемся, обсуждаем экономические критерии, рентабельность, реализацию, прибыль. А все-таки все это строится на таких фундаментах, как ассортимент, стратегия ассортиментной политики, для кого, для чего, ждет ли покупатель тот ассортимент, нужен ли он. И хочется, чтобы наши все-таки люди были одеты и красиво одеты именно в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий и все свои ближайшие импульсы и энергетику направим на то, что все-таки любовь к белорусской одежде у населения только прирастала. И особенно у молодежи, потому что вот именно на молодежь я хочу сделать ставку, чтобы все-таки молодежь любила белорусское. Татьяна Алексеевна, большое вам спасибо за интервью и удачи. Спасибо, спасибо вам.